В белой коробочке белые наушники и не AirPods. Господи, слава тебе, а? Наконец-то. Слушайте, на самом деле мне пора записываться в бренд-амбассадоры беспроводных наушников Sennheiser, потому что были у меня и первые ТВС, и вторые ТВС, и теперь вот третьи они выпустили, и они тоже у меня. Эти называются, однако, мудрёно, дайте прочту, значит, CX400BTTV, господи, ТВ, это понятно, это True Wireless, то есть, значит, по-настоящему беспроводные, значит, BT это Bluetooth, ясно, но что такое CX и что такое 400, это покрыто корпоративной тайной. На самом деле, люблю я, конечно, вот у нас в Hi-Fi вот эти вот мудрёные названия с цифрами и странными буквами, потому что, знаете, в чём их смысл? Смысл их в том, что они дают ощущение, что это что-то профессиональное, серьёзное, такое прям там, ух, какой-то вообще невероятный инженерный бэкграунд, и сразу внушают уважение. Тем не менее, значит, это у нас уже третий в истории Sennheiser, ну, на самом деле, четвёртый, но третий в новейшей истории Sennheiser, полностью беспроводные наушники, и я из этих моделей не пропустил ни одной. У меня, значит, есть и самые первые ТВС, и вторые ТВС, видите, они в практически идентичных матерчатых коробочках таких, да и, собственно говоря, сами наушники, ну, вот они, это первые лежат, это вторые, вот попробуй их отличи ещё на вид, ну, так, чуть-чуть, а вот они в виде таких камушков, игральных костей, так, подожди, я теперь вам не перепутать, блин, да ёлопа. Ха-ха-ха-ха-ха, ааа, где какая, чёрт возьми, так, вот это поменьше, это вторые, всё окей, хорошо. Так, отвлёкся, я понял, в чём был смысл этой интермедии, в том, что на вид их практически не отличишь, при этом внутри там отличия очень большие, именно поэтому пришлось-таки всё-таки взять себе и вторые, потому что они сильно лучше первых, однако, вот эти вот, значит, третьи, будем называть их четырёхсотые, они и внешне, и внутренне отличаются гораздо сильнее, чем первые и вторые между собой. Ой, можно я чёрную коробочку возьму? Короче говоря, значит, здесь, конечно, во-первых, отличие в эргономике, потому что, собственно говоря, коробочка четырёхсотых, она, ну, реально, фу, я не знаю, ну, раза в два меньше, чем у тех, да, плюс она ещё более тонкая, потому что вот эти вот, как их не положишь в карман, блин, ну, то есть, да, она выглядит довольно понтово, вот эта вот вся фактурочка, всё это очень круто, но попробуй её положи в карман пиджака, будешь выглядеть как, ммм, в куртке нормально, в сумке нормально, но вот просто так в карман джинсов или пиджака не засунешь. Вот эти вот уже вполне себе, потому что они реально в два раза меньше, в два раза тоньше, реально она почти как у AirPods беспроводных, ну, нет, у тебя та, конечно, ещё тоньше, давайте не будем отрицать эргономического совершенства AirPods'овской коробочки, потому что оно действительно присутствует, они идеальные, эти прямо уже почти идеальные. Сами наушники тоже отличаются от первых и вторых ТВСов, кстати говоря, на первый взгляд сильно отличаются, потому что у первых ТВСов здесь кружочек был такой с металлизированной поверхностью, а здесь вот такой квадратик, соответственно, кажется, что они вообще другие. На самом деле вот это вот основание и сама форма корпуса, они практически идентичны вторым сенхайзеровским ТВСам, но вот только вот эта вот форма, значит, выступающей внешней части, она разная. И, кстати, даже динамик, собственно говоря, драйвера, там стоит абсолютно такой же, как и во вторых ТВСах. Я на самом деле не думаю, что там есть отличия и в магнитной системе, и в, собственно говоря, электронной начинке, которая раскачивает всё это дело, но единственное и самое главное отличие стоит в том, что в этих наушниках нет шумоподавления. Тут себе позволю отдельное лирическое отступление о том, что я думаю про шумоподавление. Особенно вот в таких внутриканальных наушниках, которые, на самом деле, когда ты их вставляешь в ухо правильно, вот я сейчас их правильно вставил, кстати, они ещё меньше и легче, чем вторые ТВСы, но держатся вообще в моём ухе идеально. Так, отвлёкся. Так вот, ты вставляешь их, вот я реально сейчас вообще не слышу внешних шумов, потому что если нормально вставил внутриканальные наушники, они и так дают механическую чисто звукоизоляцию, практически идеальную, нахрена вам ещё это шумоподавление? Именно поэтому шумоподавление, я считаю, абсолютным маркетинговым навяливанием вам лишней ненужной функции за лишние деньги. А всё, что вы должны знать, на самом деле, о шумоподавлении в 2020 году, это тот факт, что все наушники с шумоподавлением, кстати говоря, и Sennheiser тоже, снабжены дополнительной специальной электронной функцией, внешним микрофоном, который позволяет при включённом шумоподавлении всё равно слышать внешний звук. То есть, ребят, вы задумайтесь просто, да, как это работает, значит. Сначала мы возьмём с вас бабки за то, что мы делаем электронное шумоподавление, чтобы вы ничего не слышали снаружи. Потом оказывается, что вам это нахрен не надо, более того, неплохо было бы, чтобы вы что-то снаружи всё-таки слышали, и поэтому мы ещё второй раз берём с вас бабки за ещё одну электронную систему, которая пропускает через это шумоподавление, которое вы уже включили, внешние шумы, и с помощью ещё одного дополнительного микрофона. Охренительно! Вот это профит! А можно было просто взять наушники без шумоподавления. Блин, что со мной не так? Чего я в жизни не понимаю? Ладно, возвращаемся к 400 ТВС. Простите мне, как всегда, моё лирическое angry выступление. Значит, итак, они практически идентичны по начинке старшим вторым ТВСам, да? У них в два раза меньше и удобнее, и эргономичнее коробочка. Сами они даже немножечко меньше и легче всё-таки по ощущениям в ушах. И при этом, значит, стоят они сейчас что-то в районе 17 тысяч рублей, то есть примерно как вот буквально несколько месяцев назад продавались первые ТВСы, когда они стали со скидкой. Соответственно, дешевле, чем вторые, и при этом во многом удобнее. Ну и, в общем, по логике понятно, что убрали шумоподавление, значит, уменьшили коробочку, убрали там какие-то лакшери прибамбасы, снизили цену, и вот оно то на то и выходит. Но, на самом деле, конечно, самое интересное для меня, это отличаются ли они по звуку от старых ТВСов, хуже ли они, лучше ли они, такие же ли они. И тут ещё раз, значит, я пройдусь по всей этой линейке. Напомню, что я с Sennheiser беспроводным с самого начала, мне дико понравились сразу же первые, вторые мне понравились ещё больше, и те, и другие я купил, они у меня есть. Значит, ну, опять же, на мой взгляд, это в любом случае с точки зрения качества звука абстрактного одни из лучших беспроводных наушников на планете Земля, безусловно. Для меня они, безусловно, вообще лучшие, по одной простой причине, по той причине, что вот эти вот штуки в мои нестандартные уши, понимаете, вот идеально вставляются и не выпадают. Господи. Сейчас это для меня большая проблема, потому что большинство наушников, кроме, конечно же, кастомных, которые вставляются по форме твоего уха, и вот этих, все выпадают из ушей. Там, Apple-ские наушники я вообще никакие, ни в каком виде не могу засунуть себе в уши, просто физиологически. Вот я такой страшный аудиофил. Видите, у меня такой прям, я думаю, что это физиологическое такое у меня сразу. Предрасположение только к всему максимально аудиофильному, ничего попсового в ушах просто не держится. Так вот, 400-е, они чуть-чуть легче даже, чем вторые. То есть, они стали еще более такими комфортными с точки зрения носки, они совсем не чувствуются в ухе, держатся хорошо. Опять же, по ощущениям физиологическим, моим, они еще чуть-чуть меньше. То есть, как-то у них габариты, хотя вроде бы вот эта вот внутренняя часть абсолютно идентична вторым ТВСам. Но вот реально физически ты вот как-то ощущаешь их более, не то, что более комфортно, а менее заметные, скажем так, в ухе. Самое интересное, что с точки зрения звука, они расположились как раз между первыми и вторыми ТВСами. Значит, сразу скажу, что несмотря на то, что первые ТВСы в начале своей карьеры были дороже, чем вот эти, эти по детальности, по количеству той информации, которую ты слышишь из фонограммы, сильно лучше. Они практически приближаются ко вторым ТВСам с этой точки зрения. То есть, вот чуть-чуть, может быть, они попроще играют, но на такой совершенно непринципиальной, непринципиальной это разница. С точки зрения характера здесь отличия гораздо более заметные, потому что и первые, и вторые ТВСы, они были сделаны, ну, с таким классическим Sennheiser'овским звуком, как у 650-х классических больших наушников. То есть, они такие бархатистые по звуку и масштабные. Вот такой прям там, вот такая вот баризональная фактура. Очень красиво играют. И даже несмотря на то, что первые ТВСы теперь, как оказалось, по детальности не, так сказать, срывают звезд с небосклона, но вот эта фактура и масштаб, они дают большой масштаб. То есть, все равно у них такая вот сцена широкая, раскрывающаяся больше, чем кажется, судя по их размеру, и потому что ты их вставляешь в уши. А 400-е, они именно по характеру играют по-другому. У них вместо вот этого вот бархата наверху вполне такой себе хлопок. Хороший, качественный, стопроцентный. Но, да, немножечко такая острота там присутствует. Я не скажу, что они какие-то резкие или шероховатые. Нет. Но в них нет вот этой вот такой супер-супер-супер хайфаечной такой вот фактуры. В них просто такой четкий хороший звук. Так вот, собственно говоря, по проработке, по качеству фонограммы, да, по тем деталям, которые ты слышишь, опять же, они практически неотличимы от вторых ТВСов. Вот что меня реально удивило. Потому что я ожидал, что они будут по классу попроще. Ну, скорее, как первые. Не, нифига. Они реально сильно лучше тоже. На самом деле удивительно, да, какой вот скачок сделали беспроводные наушники буквально, ну что, за пару лет. То есть вот еще я помню, что, не знаю, 3-2 года назад, в принципе, в голову не приходило рассуждать о качестве звука в приложении к беспроводным наушникам. Потом появляются эти ТВСы, те ТВСы, еще куча наушников, так говоря, хороших есть, беспроводных. И вот я уже сижу и на голубом глазу рассуждаю о степени, так сказать, аудиофильности новых наушников абсолютно беспроводных Sennheiser. Ну и опять же, с точки зрения аудиофильности, еще раз повторюсь, да, здесь вы не получаете того невероятного тембрального разврата, который дают тебе топовые ТВСы. Но при этом с точки зрения детальности получаешь практически то же самое за чуть меньшие деньги и в меньшем, блин, объеме корпуса, что на самом деле немаловажно для меня, например. Хм, хорошая идея пришла мне в голову, друзья. Вот вам Sennheiser для пущей аудиофильности. Гармонизатор Борзенкова на коробку. Вот теперь звук точно будет достоин вашего прослушивания. Теперь эту пару CX400BT-TV можно приобрести у меня за бешеные деньги в три конца. Нет, зачем? В пять концов. Да, кстати, я еще хотел сказать насчет, значит, времени работы, потому что я действительно, после того, как я, я как-то не обратил на внимание, ну, на самом деле, я делаю мел-мало с беспроводными наушниками до первых ТВСов. И все жаловались в интернетах, что они ужасно мало держат заряд. Я не обратил на это внимание, потому что, ну, держат, вроде и держат, да. Потом, когда у меня плюс старый, я понял, о, да, тебе действительно плохо держат заряд. Значит, эти я специально решил проверить, насколько долго они проживут, значит, не заряжая. И слушал их, вот, не втыкая в розетку. Ну, зарядил сначала до самого конца, и потом, не втыкая в розетку ни разу, значит, слушал их подряд столько, сколько хотелось в течение недели, типа. Значит, ну, то есть, что там, типа, полчасика, пока завтрак готовил, пока там в магазин сходил, еще полчасика их послушал, потом куда-то ехал, там, метро-машина, там, час-полтора, одно-другое, пока, значит, что-то там рисовал тоже. Ну, то есть, вот, по несколько часов в день, плюс-минус, ни в коем случае не ограничивал себя. В итоге, до полного разряда, они прожили у меня пять дней. Вот, надеюсь, это была полезная информация.